Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Сегодня за один час приготовим вот такие вот шикарные, пышные, пористые, влажные, очень сочные, сладкие куличи. Они не потребуют много усилий и много времени. Это шикарная альтернатива для тех, кто не хочет или не может, может быть некогда, выпекать классические дрожжевые куличи. Эти ничем буквально не уступают. Они очень вкусные. Обязательно попробуйте, вы не разочаруетесь. В первую очередь я заливаю кипятком изюм и оставляю минут на 15, чтобы он хорошо набух. В миске у меня очень хороший, вкусный, жирный творог. Это залог вкусных куличей. Обязательно берите такой, не сухой. Его нужно хорошо пробить погружным блендером до однородной консистенции. Затем я снимаю цедру одного крупного апельсина и одного лимона. Ну, конечно, так, чтобы не задеть белую часть. Вот такое приблизительно количество получается. В мисочке у меня 5 яиц и 1 желток. А 1 белок я отложила для приготовления будущей глазури. К яйцам я добавляю сахар, совсем немного соли и 2 пакетика ванильного сахара. У меня здесь по 8 граммов. И взбиваю миксером на высокой скорости, приблизительно 7-8 минут. Масса должна быть пышной, светлой и увеличится минимум вдвое. Далее сюда я добавляю цедру, половину чайной ложки куркумы для цвета, можете не добавлять. И вливаю заранее растопленное охлаждённое сливочное масло. И ещё минутку буквально взбиваю. Жидкие ингредиенты я добавляю в творог и снова взбиваю. Если вдруг останутся небольшие частички крупинки творога, то это не страшно. В тесте это чувствоваться не будет. Теперь я просеиваю половину муки вместе с разрыхлителем. Замешиваю тесто лопаткой. И просеиваю вторую половину муки. Тесто просто прекрасное. Его не нужно вымешивать руками, ему не нужно растаиваться. Но это действительно просто шикарная находка, если нужно быстро приготовить праздничную выпечку. С изюма я слила воду, перекладываю на полотенце и просушиваю бумажными салфетками. Добавляю столовую ложку муки, перемешиваю и изюм выкладываю в тесто. Всё, последний раз перемешиваю, чтобы изюм хорошо вмешался. И тесто готово. Где-то 15, может быть, около 20 минут у меня ушло на весь процесс замешивания теста. Раскладываю его по бумажным формочкам, примерно по половине. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 170-180 градусов. Так как растаиваться куличам не нужно, то их можно сразу же выпекать. Ложкой я вот так подравниваю верхушку, чтобы она была ровненькой. И ставлю в хорошо разогретую духовку. Выпекаются куличи 35-40 минут, в зависимости от особенностей вашей духовки. Вот так они хорошо поднялись. Они могут в итоге немножко осесть, это не страшно. Куличам нужно дать хорошо остыть. В это время я готовлю самую простую глазурь. Белок одного яйца я взбиваю до пышной пены вместе со щепоткой соли. А затем уже постепенно добавляю сахарную пудру. В зависимости от того, какой густоты вы хотите получить глазурь, столько пудры и добавляйте. И густоту можно регулировать. Снова взбиваю, так чтобы пудра не взлетела вверх. Сначала перемешиваю. А можно, в принципе, просто снять венчик и перемешивать вручную. Когда куличи хорошо остыли, я наношу глазурь и сразу же украшаю. У меня сегодня цукаты и обычная кондитерская посыпка. Глазурь очень быстро и хорошо застывает. Поэтому украшать куличи нужно сразу же. Очень мягкий, очень пышный получается кулич на таком тесте. Посмотрите только на его текстуру. Видно, что он не сухой, он влажный, он вкусный. Творог вообще в этом тесте не ощущается. Практически эти куличи не отличаются от дрожжевых. Друзья, обязательно готовьте. Если у вас нет времени, но всё-таки вы хотите праздничную выпечку, то я вам искренне рекомендую этот рецепт. Это проверено, это вкусно. Поздравляю вас с наступающими светлыми праздниками. Желаю вам мира, добра, благополучия в ваших семьях, здоровья. Благодарю за ваше внимание, за ваши лайки, подписку. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем мира и добра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok